Глубоко уважаемая Светлана Анатольевна, глубоко уважаемые коллеги. Ну, вообще говоря об иммунотерапии вообще рака, я немного потрясения за свою деятельность врачебную имела, когда появлялись те или иные препараты. Но с иммунотерапией для меня это просто такой, как клинического онколога, терапевтический шок, потому что то, что они делают при тех опухолях, которые мы не знали, как лечить, меланома, поскоклеточный рак лёвковый, когда мы просто иммунопрепаратом получаем великолепные эффекты, длительные стабилизации, ещё и регресса метастаза в головной мозг, это, конечно, просто супер. И несмотря на то, что это, в общем, мерседесы индивидуальные, а комбинация их – это вообще космические корабли с точки зрения цены, но даже несмотря на это ты понимаешь, что ты, как клинический онколог, можешь сделать то, что не делал раньше никогда и даже не думал об этом. Ну, то, что касается иммунотерапии почки, что нового на самом деле, опухоль почки, в общем, достаточно благоприятная с точки зрения лечения, с определённого времени, иммунотерапия здесь более скромная, но учёте у нас не так много больных состоит в Российской Федерации, ну, по нашим данным, 150 тысяч пациентов, 20 тысяч новых случаев, диагностировано где-то примерно 20% в четвёртой стадии, ну, не очень много умирает. Заболеваемость, в общем-то, у нас растёт, наверное, я думаю, это связано с тем, что выявлять стали лучше по сравнению вот с 2004 годом, а смертность, смотрите, стоит на месте практически, даже есть небольшая тенденция снижения смертности по этой локализации. В общем, это, конечно, не меланома, не плоскоклеточный рак лёгкого, да, всё-таки это более такая благоприятная опухоль с точки зрения своего течения. И когда мы ставим где-то примерно 20-30%, если в нашей стране около 20, в целом 20-30% локальных форм рецидивируют, и 42 случая дают метастаз в течение первых 12 месяцев после операции, около 30% сразу диагностируются на стадии метастазирования. Это все больные, конечно, требуют системной терапии. Примерно год живёт 36%, два года – 22%, а вот 5 лет – 12%. В общем-то, неплохая пятилетняя выживаемость для метастазического рака. То есть это более такая благоприятная опухоль с точки зрения лечения. Цель, конечно, как для всех диссеминированных стадий – это увеличение продолжительности и качества жизни, и методы, которые используются для продления жизни и качества жизни этих пациентов, это, конечно, противоопухолевая системная лекарственная терапия, это цитродуктивные операции, которые сейчас очень активно используются для рака почки, это радиохирургия и поддерживающая симптоматическая терапия. Это всё даёт возможность продлить жизнь этим пациентам и, соответственно, улучшить их качество. Ну, так скажем, эффективность терапии вчера, условно, это прошлый век, да, наблюдение больных где-то медианной выживаемости было 6 месяцев. Больные получали гормонотерапию, но мы назначали магистрол, ацетат, мы назначали тамоксифен, потом мы назначали тримефен, у нас даже были большие клинические исследования, использовалась гормонотерапия. Примерно было то же самое на круг, при метаанализах примерно 6 месяцев. Химиотерапия практически тоже ничего не давала, и вот появилась эра, так скажем, интерферонтерапии, или цитокинтерапии, или иммунотерапии у больных раком почки, и появилось какое-то, ну, так скажем, перескакивание годичной выживаемости. Вместе с палеотимной нефрактомией эти больные жили чуть больше, чем больные, которые вообще ничем не лечились. Ну, не чуть, а, в общем-то, это было 6, примерно на круг 6 месяцев. И, в общем, было показано, что интерферонтерапия, она эффективна у больных благоприятным прогнозом по критериям МСКС, которые, в общем-то, по большому счету, это данные ретроспективные, потому что, на самом деле, этих критериев еще когда использовалось в 90-е годы интерферон, их еще не было сформировано. И, в общем, по большому счету, благоприятные больные могут получать интерферонтерапию. Почему иммунотерапия эффективна при почечноклеточном раке? Ну, мы знаем, что есть подтвержденные случаи спонтанной ремиссии. И, в общем, мы даже наблюдали это в своей практике, ассоциированной с активацией иммунного ответа. Ну, вот у нас было отделение биотерапии в институте онкологии, и мы занимались и дендритными клетками, и вакцинами. И, на самом деле, у некоторых больных, которым мы делали циторедукцию для того, чтобы получить опухолевый лизат, и за это время у больного происходил вообще спонтанный регресс, хотя бы частичный, но метастазов легкий. И иммуноэнкология использует механизм активации собственной иммунной системы для подавления опухолевого роста. И почечноклеточный рак все-таки считается, что это иммуногенная опухоль, и она может ускользать от ответа иммунной системы. И, в общем-то, исторически основополагающий в терапии пациентов с почечноклеточным раком является все-таки иммунотерапией интерлекином и интерфероном альфа. Ну, примерно интерес начинался вот так. И, в общем-то, зона интереса достаточно была большая и очень длительное время. До тех пор, пока эта зона не провалилась и достаточно в большую дыру, когда мы получили сведения о внутриклеточном сигнальном пути, когда мы получили факторы роста терозинкиназа с рецепторами и так далее, и были синтезированы препараты, которые блокировали особенно ингибиторы терозинкиназа, это белковые субстанции, которые несут всю информацию от активного рецептора по сигнальному пути. И первый препарат – это сунетиниб, сарафиниб, позапониб, сейчас зарегистрировано ленвотиниб, и даже у нас вставлен уже в гайдлайнзы, МТОР-ингибиторы и так далее. То есть мы активно начали лечить таргетными препаратами, и в общем-то проведено больше 20 рандомизированных исследований только третьей фазы, и мы увеличили частоту объективных ответов до 40, время до прогрессирования, и в общем-то мы увеличили продолжительность жизни в 2,5 раза. Это был, в общем, такой прорыв, достаточно серьезный, и с определенного времени, с 2005 года мы активно лечим этих пациентов, они на самом деле живут, и даже не только благоприятные группы, но и более агрессивные группы по критериям. Но жизнь не стоит, идет развитие фундаментальной онкологии, и помимо канцерогенеза почки, связанной внутриопухолем, есть еще внеопухолевые, и я не хочу на этом останавливаться, потому что на самом деле это все, наверное, наверняка говорили, мы 20 раз повторяли, что существуют контрольные точки уже в сигнальном пути, вне опухоли, а в нашем организме, ведь в общем-то противопухолевый иммунитет – это врожденный иммунитет, мы с ним рождаемся, и на самом деле он у нас есть, и он должен быть активен с точки зрения, мы должны видеть, должно включаться то самое активность рецептора ПИДИ, который должен давать активности всему сигнальному пути. И в общем-то ПИДИ-1 подавляет Т-клеточный ответ, и соответственно, ведь если у нас ПИДИ всегда подавлен, но если есть какой-то чужеродный агент, в принципе рецептор начинает, то есть это выключатель в организме, постоянно не может быть иммунного ответа, иммунный ответ должен быть выключен, по идее, особенно противопухолевый, но он включается тогда, когда появляется опухолевая клетка. Опухолевая клетка выделяет свои рецепторы, которые блокируют наш ответ ПИДИ, и в результате у нас не получается иммунного ответа, у нас выключают выключатель. То есть это в общем-то механизм резистентности. Клетка выделяет механизм, который, то есть она убегает, как у нас Владимир Михайлович говорил, убегает от иммунного ответа, в общем-то вырабатывая в себе вот эти вот механизмы. Ну и при этом, конечно, учитывая, когда открыли эти механизмы, то начались попытки блокирования в первую очередь вот этого механизма. И начался второй интерес, вторая зона, второй виток интереса к иммунотерапии. И называются сейчас эти препараты, большей частью это чекпоинт-ингибиторы, и самые основные, те, которые блокируют у нас ПД1, ПДЛ-1 неволумаб с пембролизумабом, и ЦТЛ-4, это эпилемумаб. При раке почки на сегодняшний день зарегистрированы неволумаб, поэтому, наверное, больше интерес составляет этот препарат. И по большому счету эти препараты блокируют ПДЛ, который находится на опухолевых клетках, который он сам по себе, сама опухолевая клетка выделила с помощью мутации, не знаю чего. Но, в общем-то, мы выключаем и включается наша активность, наш, так скажем, наш иммунный ответ. Почему мы возвратились? Потому что появился новый взгляд, появилось новое знание, как осуществить иммунный ответ на появление опухоли. Кроме того, благодаря этому развились и синтезированы лекарственные препараты, лекарственные агенты, которые могут запускать, активировать наш иммунный ответ. И появление более четкого понимания иммунологии опухоли и потенциала в развитии предиктивных биомаркеров ответа на лечение. И вот в 2013 году, я всегда показываю слайд, на самом деле, наверное, как и журнал Science, очень авторитетное издание в мире, и, наверное, как и у меня, по большому счету, тоже удивление. В 2013 году достижения в области иммунотерапии рака, иммунотерапии опухоли были названы большим прорывом года, и вообще, что это очень большая такая значительная ступень и вершина, которую мы, так скажем, поднимаемся на высшую ступень лечения опухоли, злокачественных опухолей. Ну, какие исследования, например, клинические в точке зрения рака почки неволумабы? Я не хочу рассказывать, как подбиралась доза. Конечно, были первая фаза, и вторая фаза, и третья фаза. И, наверное, больше, наверное, хотела бы остановиться на тех исследованиях, которые... Да что ж такое? Которые явились, в общем-то, на сегодняшний день регистрационными для использования чекпоинт-ингибиторов, и, в частности, исследования Checkmate 025, когда больные получали... Это были медстатический почвенно-клеточный рак, измеряемые очаги, одна или две линии лечения или таргетной терапии, или биоцизумабом, отсутствие ранее проводимого лечения ингибиторами МТОР. Одна группа получала неволумаб в качестве второй линии, другая уже с подобранной 3 мг на килограмм внутривена 1 раз в 2 недели препарат, а другая группа получала эворолимус, МТОР-ингибитор. И рассматривался... Первая окончательная точка это все-таки общая выживаемость, потому что благодаря лекарственной терапии мы при некоторых опухолях смотрим время до прогрессирования, потому что это очень важно. А здесь как раз общая выживаемость, потому что таргетная терапия дает достаточно высокие показатели выживаемости, используя их. Ну и вторая контрольная точка была время до прогрессирования, частота объективного ответа и переносимость. Что касается частоты объективного ответа, то также, в общем, как мы наблюдаем и при других опухолях, достаточно высокий процент был получения частоты объективного ответа, причем появлениями ответа была примерно одинаковая, но при этом стабилизация была 34, против эворолимуса 55, гораздо меньше, но частота объективных ответов была выше. Хотя мы в практике, наверное, больше видим все-таки больше стабилизации, чем частичных регрессов. По подгрупповому анализу преимущество было с точки зрения частоты объективного ответа практически по всем параметрам, которые изучались, это по количеству, не по количеству, а по факту костных метастазов, печеночных метастазов и так далее. Что касается общей выживаемости, здесь не очень хорошо видно, но вы видите, что 26 против 19,7, неволумаб против эворолимуса, и при подгрупповом анализе то же самое было преимущество больше за неволумаб, чем за эворолимус по всем прогностическим факторам, и в том числе по предшествующей терапии с унитенибом, по зонопонибам, первая линия, сколько длилось и так далее. Кроме того, было замечено, и это, в общем-то, замечено при всех, и у нас есть определенная сейчас оценочная, с точки зрения использования чекпоинта ингибиторов, оценочная шкала, у этих пациентов чаще всего возникает еще и прогрессирование в первые два месяца, с последующим потом объективным ответом этим больным нельзя отменять чекпоинт ингибиторы раньше, после первого прогрессирования, потому что может быть еще потом и чаще всего бывает ответ на лечение. И те больные, которые прогрессировали, а потом ответили на лечение, их общая выживаемость была выше, чем больных, которые не имели этого прогрессирования. То есть это некий такой, ну такая реакция организма, реакция на то, что происходит с ним во время лечения чекпоинт ингибиторов. И вывод этого исследования было, что в общем-то кто может получать препарат неволума больных метастатическим раком почки. Но это те больные, которые не имеют, и наверное это относится ко всем чекпоинт ингибиторам без отменного заболевания в активной фазе, с резистентностью к первой линии терапии ингибитором теразинкинаст, то есть он зарегистрирован как вторая линия, с медленно прогрессирующим заболеванием. И я с Галиной Юрьевной вот здесь согласна, что это не должны быть какие-то массивные, огромные опухолевые образования, это все-таки должна быть какая-то приличная ожидаемая подложительная жизнь, потому что у нас у 50% больных еще возникнет прогрессирование, которое мы должны переждать и соответственно дождаться потом эффекта. Может даже быть с продленным токсическими реакциями на предшествующие терапии ингибиторов теразинкинаст, то есть мы можем не ждать, когда они регрессируют с какой-то сопутствующей патологией. При этом включая всех с точки зрения возраста, с точки зрения группы риска, особенно высокого риска, ну и метастазы как в кости внутренних органов и множественные очки заболеваний. То есть любой больной раком почки может использоваться кроме вот тех, о которых я сказала. Общая же выживаемость, вот это очень всегда интересный вопрос, на самом деле нам очень нравится таргетная терапия, нам очень нравятся мишени, звенья, когда мы их определяем и нам классно мы сразу говорим главным врачам, руководителям учреждения, у меня есть больной сбирав мутации, надо срочно покупать доброфенип и так далее. В общем, для нас это просто помощь большая. И, конечно, при наличии того или той или иной мишени, конечно, мы за нее цепляемся и хотим ее определять. Так вот, в исследовании с неволумабом у больных раком почки было показано, что общая выживаемость не зависит от экспрессии PDL1. И, например, если сравнить пембролизумаб для плоскоклеточного рака легкого, там больше в исследованиях показана зависимость, да, но при этом при раке почки было, был слабый, такой в некоторых исследованиях было показано, что это слабый прогностический Б-маркер для чистоты общих ответов. Ну, это тоже, наверное, важно для больных, поэтому пока для общей выживаемости мы не выявили такой закономерности, возможно, это связано с тем, что пока PDL1 исследуется только для клинических исследований, которые мы проводим с этой группой препаратов. И сейчас у нас, например, в Санкт-Петербурге определяется, но, например, моноклональные антитела для определения PDL1, они отечественные, сделаны биокадом, и мы не знаем отработанность вот этих вот техники этой вообще, как считать, что PDL положительное, что 30%, что это плохо, мало с этими антителами, мы не знаем, и на самом деле, конечно, если больному показано, мы все-таки на PDL не смотрим пока еще, но было бы очень хорошо, если была бы какая-то очень хорошая доказательная база, как, например, при пембролизумабе, при немелкоклеточном раке легкой, там все-таки четко показано о том, что есть зависимость. Если бы у нас было показано при всех опухолях, в частности, при раке почки, наверное, это было бы очень хорошо. Что дальше? Как мы... Ведь существует новому препарату, и, в общем-то, я думаю, что новые какие-то исследования будут рассказывать Олег Александрович, я не хочу съедать ваш хлеб, вот, но есть исследования, которые комбинируют неволюмаб с эпилемумабом так же, как при меланоме, но я могу сказать, что это была доказана противоопухолевая комбинация вообще Нива и эпилемумаба в предклинических вообще стадиях, и было показано, что они могут просто добавить друг к другу, но они закрывают две мишени, но по большому счёту, если мы смотрим, например, аналогию таргетной терапии, вспомните, мы очень хотели с вами комбинировать антиангогенные препараты с препаратами ЭДЖФР, рецепторов ЭДЖФР, мы хотели комбинировать ингибиторы тирозинкина с одного рецептора, с ингибиторами тирозинкина с другого рецептора, но, к сожалению, вот, что бы мы ожидали, мне казалось, что это классно, перекроем здесь, перекроем здесь, и вообще всё закроется, ничего подобного, активность прибавляется ненамного. Что будет здесь, мы не знаем, но, возможно, это будет будущее для этих больных, и, возможно, мы сможем что-то им предложить. По крайней мере, в эксперименте это даёт возможность проводить такие эксперименты. Достаточно такая токсичность этой комбинации, наверное, тоже, Олег Николаевич, Олег Александрович, будете говорить, нет? Да? Олег Александрович подробнее вам скажет. Мы всё время боимся токсичности, потому что, в общем, неволумам, с пембролизумам, они переносятся в целом хорошо. Эти два препарата таких, у них спектр токсичности, вот мне очень нравится. Практически больные переносят всё очень хорошо, я не знаю, у меня не было таких вот прям в практике серьёзных каких-то осложнений, таких, чтобы я отменила препарат. У нас у одной больной было достаточно серьёзное осложнение, но, может быть, это было связано с опухолью, и мы назначили тогда, когда, к сожалению, больной была на самом деле ситуация такая, что, может быть, не надо было назначать, потому что было прогрессирование плоскоклеточного рака лёгкого. А так, в принципе, она умерла от тромбоэмболии, я не думаю, что это от чекпоинта ингибиторов. А так, в принципе, в целом переносится хорошо. А вот и перимой, препарат сложнее с точки зрения переносимости, если кто его использовал, то он знает, что, в общем, препарат достаточно тяжёлый, и введение было всего 4 введения при меланоме, и мы иногда до 4-го не доходили, потому что, в общем, препарат переносился тяжело. Исследования неволумаба, вот этой комбинации против сунетиниб, это тоже, так скажем, будущие побочные эффекты тоже ограничивают вот эту комбинацию, например, неволумаба с сунетинибом против позапониба. В комбинациях всех этих препаратов, конечно, достаточно неприятная эта токсичность, но пока результаты этих исследований, они на сегодняшний день оставляют за собой ещё там есть время до максимально до окончания результатов исследования. Первая, вторая фаза – это позапониб с пембролизумабом в первой линии лечения. То же самое больные, которые получают комбинацию против позапониба и против пембролизумаба, потому что, например, позапониб, как таргетная терапия при раке почки, это очень такой благоприятный препарат, и если, в общем-то, в первой линии его назначаешь, ну, в общем, достаточно приличный препарат, переносит очень хорошо и качество жизни хорошая, и частота ответов, и, в общем, продолжительность жизни. Это исследование включает нелеченные больные и вводится в первую линию позапониб с пембролизумабом против пемболизумаба и против просто позапониба. Ну, окончания исследования ещё нет. Вот такое огромное количество, Олег Александрович, наверное, вам расскажет, при раке почки то же самое. Это, в общем-то, на сегодняшний день будущее, которое должно быть. Ну, и, в общем, мы ждём каких-то новых таких вещей, лекарственных опций для рака почки с точки зрения иммунотерапии. Что мы сейчас имеем? Ну, если вот такой адаптированный с 2016 года, то, в общем, для метастатического почно-клеточного рака внесены высокие дозы интерлекина. Второго, для больных, которые имеют очень благоприятный, ну, так скажем, профиль. А во вторую линию включён не волумап и включён также высокие дозы интерлекина второго. То, что касается русской, ну, это 16-й год. В 17-м году просто я показала это так, потому что мы ещё только на числа 15-го сдали конечные, все, кто были во главе написания какой-нибудь главы, только сдали, ещё, ещё даже напечатанного это нет. Но я подглядела у своих коллег, что, в общем, они включили в рекомендации 17-го года в русской неволумап и верботенип и веролимус. И на сегодняшний день всё-таки таргетная терапия, она превалирует над чекпоинт-ингибиторами. И в первой линии, если смотреть мировые данные, всё-таки это больные, которые получают таргетную терапию. Но мне кажется, что если больные медленно текут, если они всё-таки благоприятны, я бы начала бы с, если бы у меня всё было, как Светлана Анатольевна говорит, я бы начала может быть с ингибиторов PD-L1. Почему? Потому что мне кажется, они более физиологичные препараты с точки зрения их эффективности. Мне так кажется. И если бы у меня было всё, я начала бы так, если это какой-то благоприятный больной. Хотя мне скажут, ну благоприятный больной и так будет жить без вашего лечения. Но они всё-таки живут благодаря тоже нашему лечению, поэтому начала бы, наверное, с ингибитором в чекпоэт ингибиторов. Но в принципе в мире тенденция первая линия от ингибитора теразинкиназа и вторая линия это неволумаб. Таким образом, эффективность и безопасность PD-1 как в комбинации, так и в монорежиме исследуется в настоящее время в третьей фазе клинических исследований, в первой, во второй. Комбинация всё-таки может улучшать результаты, но может повышать токсичность. Ну, наверное, надо искать предиктивные биомаркёры, потому что это требует совершенствования и, в общем, особенно, наверное, в адювантном режиме, если мы включим когда-то эти препараты, наверное, мне кажется, их будущее это в адювантном режиме иммунопрепаратов, когда у нас наименьшее количество опухолевой массы, когда у нас иммунитет не нагружен огромным количеством опухолевых клеток, а незначительным. И поэтому, мне кажется, что вот эти препараты надо вводить и не доводить до метастатической стадии заболевания, а назначать их всех в адювантном режиме. Ну и, конечно, Впереди это вакцины, новые ингибиторы тиразинкиназ, которые для этой опухоли используются. Спасибо. А вот, кстати, по поводу антибиотиков. Это исследование не очень большое, оно было тезисное. Это одноцентровое было исследование. На самом деле они отметили, что те больные, которые получали антибиотики, ну я не знаю, у нас немного очень больных получают антибиотики при раке почки. Ну, в общем, они то, что они собрали и показали, это вообще очень интересно, это на самом деле требует исследований, потому что очень важно. Мы, когда назначаем цитостатики, мы как-то особо-то и не думаем, что мы там сопутствующую даем терапию. Для ингибиторов тиразинкиназ у нас уже есть ограничения, а вот для чекпоинта, может быть, и на самом деле будет какой-то антибиотик, или не знаю, что мы не сможем использовать при использовании этой группы препаратов. Коллеги, еще вопросы? Рашид Вахимовна, вот мы заслушали серию презентаций. Серию, не говорите. Огромную. И, так сказать, основные моменты были уже озвучены. А вот скажите, если бы у вас все было и ничего вам за это не было, так не бывает, а у вас был бы препарат на одного пациента, но было бы три пациента раком легкого, меланомой и почкой. Ваш выбор? Ну, я бы, наверное, все-таки меланомию бы назначила, потому что, ну, если это не берафмутированное. Я бы распределила так. Берафмутированное я бы дала, естественно, ингибиторы тиразинкина соответствующие, да. Если это рак почки, ну, там есть целый арсенал, и, в общем, можно чем полечить. А вот рак легкого, я бы отдала точно. Без мутации. Без, вообще без вопросов. Потому что вот на сегодняшний день, как Светлана Анатольевна говорила, честно говоря, ну, такие эффекты при плоскоклеточном раке легкого, ну, вы знаете, чтобы когда-то иммунопрепарат, ну, я еще помню времена, когда приезжаешь на АСКО или на АЭСМО, большими буквами было написано. На такие транспаранты лечить или не лечить метастатические, не мелкоклеточный рак легкого. И, в общем-то, его даже не лечили. И, по большому счету, такие были сессии, были дискуссии. Может, и не надо вообще лечить. Ну, неоперабелен, лучевая терапия, рецидив, что уже лечить, нечем было. Препараты платины, ну, давали, но не намного. И мы это прекрасно знали, да. И сейчас даже вот у нас есть больной, у которого полный регресс опухоли после прогрессирования одной линии химиотерапии и прогрессирования, на лучевой терапии. То есть, в общем, я, честно говоря, даже не ожидала, что у него будет эффект, потому что прогрессия в зоне облучения. Поэтому я бы выбрала для больного раком легкого. Однозначно чекпоинт-ингибитор. Ну, с моей точки зрения. Спасибо. Спасибо.